Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучать книгу «Эсфирь» и сегодня мы будем читать вторую главу этой книги. В еврейской традиции она называется «Сефер Эстер», то есть книга «Эстер» и «Эсфирь». В самом начале первой главы я говорил о том, что эта книга о том, как дьявол борется с семенем Христовым, потому что дьявол знал, что Аврааму было сказано, что в его семени, то есть во Христе, который по плоти потомок Авраама, будет благословение всем народам земли. Поэтому дьявол все делал для того, чтобы остановить движение крови еврейского народа, остановить движение этого семени. И именно по этой причине египетский фараон давал приказ бросать в воды Нила еврейских младенцев. Именно по этой же причине в одни «Эсфирь» была попытка со стороны Амана, Амана — это образ дьявола, а «Эсфирь» — это образ новозаветной церкви, уничтожить еврейский народ, чтобы ни в коем случае не пришел бы от семени патриархов тот, который сотрет главу змия, как Бог об этом сказал еще в раю нашим прародителям. Нечто подобное делал царь Ирод, когда, узнав, что Христос рождается, повелел избить всех вифреемских младенцев. Поэтому истоки ветхозаветного антисемитизма — это попытка дьявола именно пресечь семя Христова, чтобы Христос ни в коем случае не родился. В таком контексте мы и должны рассматривать весь текст этой книги. И тема второй главы — «Эсфирь новая царица Персии». Мы с вами увидели с первой главы, что прежняя царица Астинь была отвергнута царем Артаксерксом, как и Христос отверг Ветхозаветную церковь, правда, до времени, в последние времена она тоже будет восстановлена, и обратился уже к церкви новозаветной. И мы это очень четко видим в Евангелиях, когда в начале своего служения Христос говорил апостолам «Идите наипадчик погибшим овцам дома Израилева, к язычникам не ходите, в города самарянские не заходите». А вот уже когда евреи отвергли его, перед Вознесением он говорит апостолам «Идите и проповедуйте всем народам, всем племенам, всем языкам». И мы читаем вторую главу книги «Эсфирь». «После сего, когда утих гнев царя Атаксеркса, он вспомнил о Бастинь и о том, что она сделала, и что было определено о ней». А князья определили, что такая жена не должна находиться рядом с царем, иначе все жены в Персии и в Мидии будут ей подражать, и общество рассыпется. «И сказали отроки царя, служившие при нем, пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во всей области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц с красивых видом и в престольный город Сузы, а в дом жен под надзор гегая, царского евнуха, стража жен, и пусть бы выдавали им пропитание и прочее, что нужно, и девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицей вместо остинь». То есть должно произойти замещение остинь другой невестой, как и произошло с замещением в Ветхозаветной церкви, церковью новозаветной. И угодно было слово «это в глазах царя», и он так и сделал. «Был в Сузах, в городе престольном, один идуьянин, иудеянин, то есть иудей, имя его Мардахей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова. Иудеянин, имя его Мардахей». Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иеханией, царем иудейским, которых переселил на Вахудоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадасы, она же Исфирь, то, что у Исфирь есть и второе имя, удивляться не надо, это была такая распространенная практика, особенно, когда евреи переселялись в чужие земли. И был он воспитателем Гадасы. Что значит воспитателем? Он обучал ее. Женщин тоже обучали законам Торы. В той части, что должны делать женщины. Например, женщины должны были зажигать субботние свечи. Почему? Потому что через праматерь Еву духовный свет погас в этом мире, и как бы все женщины должны были опять возвращать этот свет. когда зажигались субботние свечи, это делали женщины. И были другие обязанности женщин. И вот Мордахей мог обучать Гадасу Исфирь вот этим вещам. И был он воспитателем Гадасы, она же Исфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. А девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мордахей взял ее к себе вместо дочери. Вот здесь такой прецедент, что когда кто-то усыновляет ребенка или удочеряет ребенка, он не должен считать его приемушем каким-то там, подкидышем, он должен считать его своим ребенком. Потому что Мордахей взял ее к себе вместо дочери. Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гигая, Евнуха, тогда взята была Исфирь в царский дом под надзор Гигая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на часть ее. И приставить к ней семь девиц, достойных быть при ней из дома царского и поместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Во-первых, кто-то может спросить, а ведь у царя был уже целый гарем, вот этот евнух Гигая, он следил за целым гаремом, а зачем царю еще какая-то отдельно взятая невеста. Имеется в виду, что гарем гаремом должна быть царица, царица, которая родит наследника царю, и таким вещам придавали очень большое значение. Не сказала Эспирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому, что Мардахей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мардахей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Эспири и о том, что делается с ней. Мардахей, как ее отец, приемный отец, он должен был надзирать, что с ней все хорошо, все в порядке. Когда наступило время каждой девицы входить в царю Атаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над нею все, определенное женщинам, то есть целый год их как бы приводили в порядок, ибо столько времени продолжались дни притирания их, шесть месяцев мировым маслом и шесть месяцев ароматами и другими притираниями женскими, тогда девица входила к царю. Вот это образ того, что нельзя крестить человека, и тем более миром помазывать после крещения, если он не прошел стадию оглашения. Здесь вот этот год подготовки к встрече с женихом для предполагаемых невест, это образ того, что человек должен готовиться к принятию таинств. что бы она не потребовала, ей давали, то есть любую просьбу эстер выполняли, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила и утром возвращалась в другой дом женский под надзор шаас газа царского евнуха, стража наложниц, и уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. То есть здесь имеется в виду, что девицы приходили к царю, он их смотрел, а потом принимал решение приглашать их или нет. Когда настало время Эсфири, дочери Аменодава, дяди Мордахея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, Евнух царский, страж, жен. Евнух Гигай — это образ человека, который занимается оглашением. Тот, кто оглашает других людей, катхизирует их, он должен быть в нравственном смысле как Евнух, чтобы никаких лишних телодвижений с его стороны не было. И приобрела расположение к себе в глазах всех видящих ее. То есть к ней могли относиться плохо за глазах, а те, которые ее видели, они сразу понимали ее строй души, что она из себя представляет. Никогда нельзя делать суждения о человеке за глаза, основываясь на каких-то слухах, сплетнях, домыслах. Всегда надо постараться встретиться с человеком, пообщаться, поговорить. И взята была эсфирь к царю Артаксерксу, в царский дом его, в десятом месяце, то есть в месяце Тебеве, в седьмой год его царствования и полюбил царь эсфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. В данном случае жены, другие жены царя, царь – это образ Христа, а другие жены – это народы, разные народы, племена и языки. Но из всех народов, племен и языков Христос любит народ христианский, который состоит из разных народов, племен и языков. Так можно понимать этот образ. христианский венец на голову ее и сделал ее царицей на место остинь, как и христианская церковь, заняла место ветхозаветной церкови. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем пир ради эсфирь и сделал льготу областям и раздал дары с царственной щедростью. Имя Исфирь, по всей вероятности, вавилонского происхождения и гитар, как и имя Мардахея, Мардук, но нельзя исключать возможность персидского происхождения от старых, старых — это звезда, Гадаса, еврейское имя, означает «миртовое дерево». Миртовое дерево. И далее мы читаем. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардахей сидел у ворот царских, Исфирь все еще не сказала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардахей, чего она не говорила. Были предубеждения по поводу евреев, потому что дьявол нагнетал антисемитские настроения, чтобы уничтожить еврейский народ и пресечь семя Христова, чтобы Христос не родился в этот мир, потому что дьявол знал, что Христос, который родится, он будет потомок Авраама, Исаака, Иакова, потомок патриарха Иуды. А слово Мардахей Исфирь выполняла, Исфирь выполняла, и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. То есть он ее как бы воспитал, образовал, но она и по-прежнему продолжала его слушаться. В это время, как Мардахей сидел у ворот царских, два царских евнуха, Гафафа и Фара, обегавшие порог, озлобились за то, что предпочтен был Мардахей, и замышляли наложить руки на царя Тарксерса. Узнав о том, Мардахей сообщил царице Исфирь, а Исфирь сказала царю от имени Мардахея, Мардука. «Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве, и было вписано о благодеянии Мардахея в книгу дневных записей царя». Ну, тут немножко непонятно вот это выражение «сидел у ворот царских». А зачем Мардахей сидел у ворот царских? Ну, то, что он приходил спрашивать о здоровье Исфирь – это мы знаем. Но тут есть другой смысл. Он был на службе у царя. Он мог быть судьею, который судил еврейскую диаспору, например. И когда какой-то народ пленяли, всегда из этого народа выделяли людей, которые были ответственны за этот народ и за их поведение. Теперь давайте посмотрим, что говорится о пире ради Исфирь у древнехристианского экзегета Робана Мавра. Он пишет, «Очевидно, что величественный пир в честь свадьбы Исфири, который приготовлен был и для князей, и для народа, воплощает величайшее счастье, которому радуются все люди и достигшие важности и обычные, исходящие из духовного соединения Христа и Церкви. На этом пире не яствами для плоти питаются те, кто достойно участвовать в нем, а духовной пищей, мудрости и добродетелей. На нем все верующие принимают святые таинства, тела и крови Господа, как средства для их спасения. В них пища жизни вечной, и Царь наш дает мир всем областям и одаривает щедрыми дарами, освобождая верующих в Него от груза грехов и одаривая их духовными дарами. Поэтому и Сам Он, то есть Христос, говорит в Евангелии, «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен с сердцем, и найдете покой душам вашим». Действительно, мы обретаем покой душам нашим, прежде всего в таинстве святого причастия, когда происходит такое соединение со Христом, какое даже невозможно представить в этой земной плотской жизни, но это нам дается действием благодати, когда Христос вснеть принимается внутрь нашей жизни, внутрь нашего тела, и таким образом наше тело становится одушевленным храмом, в котором в виде святых даров присутствует Христос своим телом, своей кровью. Как и в Новом Завете сказано, верою вселится Христу в сердца наши. То есть мессианский пир — это торжество о женихе, который испытывает невеста церковь.